Это у нас, на самом деле, такой цикл, даже, а вот уже начинается перспективная длинность. И вот, так сказать, как бы обобщение задач, которых, ну, которые называются, обычно, точки, функции ГРИН. Значит, организованы, если мы применяем параметры функции, которые организованы в окрестности, ну, какой-то точки нулю, ну, может быть, даже в окрестности, там, какой-то скривой, что тоже интереснее бывает. Тогда мы получаем, вот, задачу о функции ГРИН. Вот, ну, казалось бы, значит, что если у нас... А, ГРИН какого-то уровня должно быть, а вот, давай потом, сначала послушайте я говорю, а потом дальше будем делать. Значит, вот, ну, вот у нас будет установка задачи такая, что есть некоторые сердиференциальные операторы в иномерном пространстве. Значит, там есть параметр малый, вот, аж, ну, как обычно в классе классических синтетиках, он может иметь разный смысл. Ну, значит, в частности, значит, это, вот, есть как раз и швина, ну, это логизованного мужчины. Другой стороны, он произведет медленность и мнение коэффициентов. Значит, я буду несколько задач рассматривать, ну, в основном, буду вот рассматривать стандартную задачу. Здесь, хотя, в принципе, все можно смотреть как стандартную задачу, ну, значит, здесь вот в такую будем смотреть. Значит, ну, вот есть у нас первый сердиференциальный оператор, ну, он задан вот символом, да, то есть это функция, будем считать, что класс, которая задана в своемерном базовом пространстве. Значит, X, это координаты, O, F, это соответствующие инкульсы, если мы P заменим на производность, здесь еще параметр, ну, тогда мы получаем все дифференциальные операции. Ну, теперь вот символ, так сказать, часто можно положить в ряд. Сергей Викторович, простите, а 0,1, это вот как раз параметр раз, да? Да, ага, да, параметр раз. Ну, и нас интересует асимптотика при H3-мячнице к нулю, значит, у нас вот есть некое согласование правой части, которую мы здесь имеем, да, и этого параметра. Хотя потом, ну, просто, так сказать, я для простоты стараюсь, а можно поставить на самом деле другой параметр, и тогда смотреть, как получается асимптотика уже такая, ну, связь просто между ними. Ну, сначала так посмотрим. Теперь, значит, вот функции локализованы, ну, и важную роль здесь играет вот представление этой правой части, ну, в виде обычного преобразования фуньер, ну, так сказать, вот здесь вот множество сюда, он такой, можно ставить, можно не ставить, вот, ну, картинка вот там нарисована, вот. Вот, ну, теперь, значит, если у нас вот эта правая часть такая, ну, она на самом деле вполне вполне, конечно, да, и теперь, значит, вот xi, это точка, где мы имеем вот эту вот эту функцию, ну, нельзя сказать, а локализованную функцию. А вот, ну, понятно, без уменьшения нормы сначала можно положить все равно 0, хотя, на самом деле, нас очень интересно, слушай, тоже интересует, когда xi можно двигать как параметр. Вот, ну, теперь, значит, если мы возьмем вот эту а равно 1, да, то мы получим с вами просто дельфункцию в правой части, это будет, ну, с точностью до коэффициента будет задача на синтетике функции грима. Теперь, значит, я хочу сказать, что вот, ну, на самом деле, конечно, можно сказать, что если на синтетике функции грима построили, то мы и можем дальше получить любое решение, да, ну, во-первых, так сказать, ну, тут нужно смотреть, любое или не любое, а, ну, самое главное, не в этом, а в том, что если вы начинаете дальше потом вот сворачивать свертку, посчитать, да, то посчитать свертку и совсем не так просто, и проще даже вот с самого начала такую задачу решить. Ну, теперь я еще хочу сказать, что наша цель не просто тут, так сказать, все, пока мы на формальном уровне будем рассуждения вести. Там ПН, кстати, у нас КОЛОНИК, ПН, что-то делать. Ну, хорошо. Ну, ладно, я поставлю на свадьбе, вот. Ну, не знаю. Попробуй. Нет, я заранее извиняюсь, если какие-то будут опечатки, да, филипцирующиеся, да. Ну, давай, давай. Ну, нет, ну, давай. Вот, теперь, значит, ну, известно, что задача, решение это задача не единственная. Ну, да, и нужно добавлять условия типа условия излучения в интерфейс, да, или более сложных задач, так называемые парсальные соотношения, да, но есть вот такой способ, который очень короткий для асимптотик особенно, что мы давай посмотреть задачу допредельную, как бы вот, выключенную из нашего оператора и эпцелы положительную, а потом будем строить вот такого типа решения, то есть от создания таких решений, которые вот являются предельными для вот этой вот задачи. И вот эти точки, которые я строю, они устроены таким образом, что они вот, более-менее автоматически этому условию удовлетворяют, поэтому, значит, вот об условиях излучения мы дальше говорить не будем. Вообще, еще раз хочу сказать, что все это пока на формальном уровне, хотя мы там, конечно, не будем доказывать, но, как сказать, то, что вот вы представляете пределу, это нет, это не важно, да, то есть мы в ТВИКСИРУИМАШ, потом устроим, да, не обслуживаем. Нет, ну, так сказать, я скажу потом, с точки зрения асимптотик, на самом деле, на чем вот это отражается. Вот теперь, значит, ну вот примеры операторов, значит, самый простой оператор Генгольца, значит, это вот символ у него b квадрат минус n квадрат от x, ну, n гладкая функция, ну, обычно, так сказать, требуются условия для доказательства, они работают всегда, что у нас на бесконечно стену выходит на констант. Ну, более сложный пример, когда вот у нас здесь стоит оператор типа КПМЛАПЛАСОВ, значит, тогда здесь вот такая вот. Ну, и вот еще один пример. Голос на воде, значит, это вот там такое получается, вообще-то, ровность получается двухмерной ситуации. Ну, в общем, если мы редуцируем все на порядок, то вот символ получается, видите, вот такой может быть. а д это глубина, а метр это частота, значит вот вам чистый, все эти консайты для первого обучается дальше пожалуйста, теперь значит наша задача, ну какого типа можно правой части ставить значит вот дельта функции там уж никуда не денешь, там она дельта функция и все а здесь можно много разных вариантов смотреть и вообще смотреть как устроено волновое поле в зависимости от правой части что с дельта функцией так просто не сделаешь ну вот самый простой пример гауссовый экспонент, она еще хороша тем, что у нас первого глава не поменять не очень хорошая, но можно взять вот такого типа шума, нарисована, тогда значит такой будет источник где-то больше в одну, ну вот такого типа получается, ну типа диполя, ну типа диполя, да вот совершенно верно, спасибо, ну и например, еще вот нужно такой взять, в общем-то истинственный источник что он отлучается в каком-то секторе, например, да, для этого ну что главное сделать, вот взять вот это прямо на глава не платье, а здесь он может на пункцию срезающую, которая в секторе равна единичке, ну гладкая, а потом выходит за сектор, будет давать ноль, да, вот такой пример тоже, пожалуйста, так спасибо дальше Так, ну теперь, значит, ну вот, теперь я хочу сказать, что, ну вот мы все, в общем, выражаем через Канонический оператор Маслово, ну и даже есть ему треки, мне как-то это Андрей Дубинский говорил, что если все время Каноническим оператором Маслово, такие задачи решайте. Ну, если они так решаются, что-то не думают, да? Значит, ну я хочу еще напомнить, к сожалению, не так много народу, потому что Канонический оператор, сейчас это вы знаете, вот. Ну, значит, это вот что такое, если мы решаем с вами, пишем вот крысковолновые асимптотики, да, ну, обычно я делаю, что, значит, вот Маслово КЗ, он дает асимптотики такого вида амплитуды, ну, на есть степени S от X разделить на H, ну, на самом их задачах еще время появляется. Так, так вот, значит, эта асимптотика, она годится до тех пор, пока у нас не происходит индиентная катастрофа, вот для Агунта и есть. Она тогда начинает ветвиться, так сказать, да, вот, и, кроме того, еще вот с точки ветвления, вот эта амплитуда начинает отращаться в нас, да, это означает, что поиграется в Агранде в стабулярности или в шкауснике, ну, и в более общем случае. Так вот, значит, тут уже это, нельзя сказать, что решения нет, правда, асимптотика никакая, да, так можно написать другую асимптотику, ну, идея Маслово была такая, что, ну, если у нас есть вот такое представление, то вот с фазовым пространством мы определяем такую поверхность, которая называется Лагранжевым габратием, вот, ну, причем, значит, вот оно существует всегда, в отличие от, вот, такого представления, да, и вот это глобальный эффект, это был глобальный объект, с которым связан дальше асимптотики. Значит, теперь у нас уравнение, это ладно конфигурационном пространстве, ну, и, так сказать, чтобы, вот, описать стабулярности, связанные с светлением фазовыми, да, ну, в принципе, мы должны поднять, как бы, наше уравнение, переписать фазовое пространство, но, так как задача мерная, да, то вот, нужно на какой-то поверхности, вот эта поверхность как раз и действует, вот эта вот подранжевая наградость, да, на которой мы переписываем исходное наше уравнение. Оно не точное, но, значит, зато работает, ну, и, кроме того, моим вариантом по отношению к многим самим, как раз, ну, это так, да, то есть, объект совершенно такой замечательный. Вот, значит, теперь, а там уже дальше есть набор формул, они вполне рабочие, ну, и тем больше, так сказать, с ним работаешь, и тем больше, когда математика появилась, программа, мы видим, что можно формулы прямо там реализовать, вот. И, значит, вот есть набор формул, ну, давайте я скажу. Теперь, значит, вот давайте посмотрим на нашу правую часть. Вот, Лагранкова, можно представить, Лагранкова, значит, вот эта правая часть, выглывающая в виде, ну, вот, канонического оператора Маслова, который действует на, вот, на медном случае, это будет здесь прямым, который проходит, ну, точки в си нет, ну, я вам представляю, что это вертикальный. Это вот импульс, это координат в базе прострации. Правой многомерно получается, вот, такая вертикальная плоска. Икс-ы одинаковая, икс-пайм. Это, значит, соответствует, как бы, дельта-функции. Если там претод умеет один, то это будет дельта-функция. А это будет просто, ну, легко видеться, просто есть, если мы вот их заменим. на x делить на a, то получается вот та функция, которую вы смотрите. Вот в многобрадии тут написано. Теперь, значит, вот мы решаем нашу задачу правой частью. Ну и так сказать, что нам, как решать. Мы будем попытаться обратить оператор, который у меня в левой части стоял, и попробуем использовать такую вот форму. Значит, ну вот, теперь есть форма вот такая, замечательная форма коммутации. Скоро мы представили правую часть в виде технического оператора, да, значит, можно представить правую часть в виде, значит, вот коммутации все дифференциальным оператором с техническим оператором. Она исключительно простая, да, и, так сказать, в общем, тоже в каком-то смысле замечательной. Причем, как вот сейчас стало ясно, ее можно как слева направо, так и справа направо. Использовать это, в общем, довольно эффективно. Главное, что там много чего доказано. Как-то дурик, а получаешь много хороших результатов. Что у меня все дороже, как-то вещать. А вот, теперь, значит, ну, в данном случае, как она работает? Нужно взять главный символ от оператора УАШ и поделить, значит, сунить его вот на то многообразие и поделить вот на этот символ, да. Вот это вот такая формула, вот, ну, так сказать, естественно, что-то предположить, что вот это АШ нулевое на лаграммировом на каркасе и нужно обращаться. Тогда это оператор элитический. Да, и вот это приблизительная формула, приближенная, которую можно использовать для обращения, вот, на датчах с аппаратом. Вот, ну, ответ получается тоже такой. Ну, значит, вот, ну, так сказать, не беда, но, в общем-то, опять ситуация с нами. У нас такая, что вот на самом-то деле вот АШ нулев иногда может обращаться в ноль. И вот то, что вот АШ нулев обращается в ноль, означает, что у нас частичный амператор, эллиптический, да, частичный он гиперболит. Вот терморическая часть, вот мы видим, они нам дают пульмовое поле, которое у нас уже довольно далеко от нашей точки приложения, ну, как лизованного решения, и там, значит, вот есть ацелляция, и так, и так, и так вот мы видим, слышно, так вот, да, вот за счет опыта. Значит, я еще раз хочу сказать, что, ну, по классификации, например, оператор Генгольц, по классификации аэллиптический, да, там, не понимаем, старший человек, дельта оператор, да, младший человек, но с точки зрения, когда параметры вводим, да, младший человек начинает играть в роли, вот возникает гиперболический кузовчик. Значит, вот это вот возникает одно лаграммшево многообразие, да, ацелляция возникает, да, ацелляция. Теперь, значит, вот, ну, вот я сейчас сразу картинку, я ее потом буду много раз повторять, значит, что у нас получается. Если мы возьмем вот это вот нули нашего камертиниана, суженные на вертикальные многообразие, то есть мы х полагаем равные нулю, а П любые, да, да, это одно нулю, получается, а именно у нас одномерная поверхность, ну, наше положение, ну, вполне, ну, фактически в общем положение. Ну, еще компактность. Компактность не всегда бывает, но все задачи, которые я смотрю, есть. Вот, значит, мы должны вот из этой вот кривой, вот этой траектории, нет, я по той системе напишу, да, да, и вот мы получаем поверхность, да, новую, которая будет нам давать вот бумаговую часть тишины. Да, вот это и есть второе картинка в многообразии, вот, проекция его, ну, она, в общем, как правило, совпадает, в примерном случае, со всей плоскости. Ну, вот, значит, вопрос, вот, который касается условия излучения, на самом деле, мы можем и в другую сторону, который, вот, условие излучения, оно как раз из этого вот мегабралия, который, в принципе, такой, ханик, валяк, из-за камошного цилиндра, да, мы, так сказать, отделяем, вот это мы поговорим, вот это условие излучения. Такое лишь, пожалуйста. Ну, теперь, значит, почему межмот получается пара многобратий? Ну, хочу простой пример привести, как они появляются, вот, из звукновенных дифференциальных уравней, ну, вот такой простой примерчик, да, посмотрим, межмот неоднородное уравнение, решение всех хорошо известных, значит, оно состоит из частного решения неоднородного уравнения, не плюс 1, ну, вот это вот кусочек, который соответствует нашему вот этому вертикальному, как раньше мегабралии, 1 мегабралии, а вот это вот то, что решение однородного уравнения соответствует как раз второму мегабралии. То есть, в принципе, эта ситуация очень естественная. Но надо сказать, что, с того, как мы, ну, вот, такую пару определили, да, мы там много задач решали, и вот, ну, какие-то и без этого как бы решили, они сами с собой появились, но когда вот второе мегабралии появилось, все как бы стало на свои места. Понятно, как много круги задач нужно решать, потому что вот с одним крутишь, крутишь, а ничего не выходит, да, вроде как и туда, и сюда, а вот второй написали, и все получилось очень так, вот, правильно и, вот, как бы, пагматично даже. Вот, иначе, ну, вот еще один пример, когда появляются такие мегабралии, ну, это тогда, что мы давно смотрели, что-то моим учеником Петюшу Иванову, вот, она, так сказать, символ была, вот, мазала в своей книжке, франа, в метах оттуда, вот, как математически описать эффект Черенкова, когда там перемены коэффициенты, значит, есть еще задача конус-маха, ну, вот, мы можем смотреть на волну в воде, получается, такого типа уравнения, да, потому что уже время есть, ну, в каком-то смысле оно тоже сонарное, опять же, локализованное решение, но, ну, локализованно по Иксу, по Т-гиллу колесу. Вот, ну, тогда мы можем опять ввести уже более хитрое, вот, конечно, многообразие, то есть, это вот здесь вертикальная полоска, прекрасно фиксированная Т, а потом еще и вот вдоль кривой некоторой, вот, где у нас двигается источник, делаем прямое произведение вот этой кривой и вот этой полоски, получается трехмерное многообразие, ну, и вот оно, так сказать, у нас стоит в правой части, и, опять же, так сказать, вот есть, как бы, кусочек, который у нас будет связан вот с вертикальным многообразием, это довольно то есть, такая еще часть решения, плюс еще возникает локолог, ну, который был у нас на воде, известно, как вот, Клинкетлин, в принципе, так сказать, это ухл такой, но это переменные коэффициенты и скорость переменной, вот получается, а ухлотика, типа, значит, то, как луновой фронт, вот, ну, так сказать, просто я хочу сказать, что вот он именно в этом ключе тоже эту задачу можно трехтовать и дальше, и таких задач не много, ну, такой конус-мах, там, ну, и, в общем, так, ну, давайте, так, ну, давайте следующий тренинг, давайте, значит, теперь, значит, ну, вообще, как решали раньше задачи, ну, и кто первый вот такие задачи посмотреть, то есть, в течение геометрической, ну, вот, Келлер, потом Василий Михайлович Брагич, у него замечательная работа была, значит, только что вот у него не было в результате там, вот, пока не хочет, какого-то, вот, ну, а потом Кучеренко, вот, он, для Генгольца тоже сделал, уже сказал, значит, какая там была идея, ну, вот, в этом случае, если на заморозенькое цепь, то можно написать точный ответ в виде фунцехарки, для функции Гринга, это для функции Гринга, в зонах, вот, вот, ну, а потом, значит, когда используем ассимпотику, вот, такой асселирующий хвост, функции Гринга, подклеиваем к ней мочевые ассимптотики или, вот, на КВ, или, дальше, там, экономические, асселирующие, ну, метод-то хороший, так сказать, очень, да, ну, в общем-то, и рабочий, да, ну, во-первых, значит, что, не очень, ну, во-первых, склейки все эти, так сказать, да, потом, даже если вы такую пункту, где вы получили, как я говорю, все равно локализованные функции, их уже целое дело получают ассимптотики, ну, там, в статсфат, в общем, математике неприятно работают, да, вот, ну, и кроме того, значит, вот, без функции не для всех тридфинсиальных, или всех тридфинсиальных операторов, да, ну, а все представления, которые у нас есть, там, если кто-то работает, в общем-то, проблемы. Теперь, значит, вот здесь вот видно, вот функция Ханкеля, вот эта вот кусочек, особенность, да, вот она соответствует вот этому вертикальному заговору, да, получается, а вот этот хвост, вот он соответствует тому многообразию, которое у нас, вот, вылезло по траектории, по характеристике, вот этого наладчика, то есть, вот пара многообразия, если она реально тоже вернется, это хорошо. Так, ну, теперь, значит, вот, по парам многообразия, вот писали, на самом деле, довольно давно, минералусы умер, но другие задачи, ну, в общем, как-то, так сказать, это нарушение всяких отстрадных понятий, вот, но работа очень хорошая, вот, ну, и потом, в терминах Шахалов, но они так написали, что пользы не взять, да, я еще раз хочу сказать, что у нас, вот, формулы такие, ну, я люблю повторять такую фразу, что есть много математических формул сейчас, замечательных, которые формулы есть, а пользоваться нельзя, да, так вот, значит, то, что мы делаем, стараемся сделать так, чтобы можно было ее пользоваться, не только нам, но и людям, которые не знают ни про экономические операции, ни про что. Так, ну, давайте дальше. Значит, теперь, ну, вот, теперь результат какой. Так, значит, вот, что нам нужно делать? Ну, во-первых, вот у нас есть символ главный, значит, нужно написать, вот, проектовые помещеновые системы, нужно, значит, вот, посмотреть на такое множество N, которое где у нас, вот, дальше обращается N. Теперь дальше мы должны, вот, ну, это, найти пересечение этого множества с вертикальной плоскостью, как я говорю, просто мы должны решить сравнение, вот, это X равен 0, он остается нам, вот, в соответствующем многообразии, вот, это и есть, так? Теперь есть некоторые, есть услуги, какие, что вот, траектория помещенового системы, они оттуда выходят из этого множества. Вот, ну, они, в общем-то, естественные, что там, электронные пули не выросли, никому-то, что-то опасно, вот, ну, и потом есть вот такое условие, которое, это вот два, что, ну, во-первых, траектория всегда существует, но главное, что, вот, они любую конечную область, да, за какое-то конечное время из них будут всегда выходить. Это означает, что у нас нет вот аттракторов, там, ловушек, вот такого типа. Это, конечно, так сказать, дефект, да, но, в общем, ну, лучше что-то, чем ничего. Вот, кстати, когда вот я делал доклад, я прошу прощения, если там люди, может, слышали этот доклад, ну, на Сибирске, то мне потом Дима, Медведев, Валерий Крещот, сказал, что фактически это, в каком-то смысле, условие интегрировано. То, что нет, ну, ловушек, как-то, да, 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 да. Ну, оно необычно, что, то есть, это, это, фунгер интегралов на валюции не так просто не может написать. Ну, в общем, это вот. Словие такого. Так, ну, вот, если это слово есть, дальше, пожалуйста. Значит, ну, вот мы строим тогда соответствующее многообразие, вот, которое нам дальше будет принимать участники, вот, это я вам показывал, значит, как мы делаем. мы берем нулевик на вертикальное многообразие и упускаем траекторию, потом все их объединяем, ну и вот получаем такое многообразие, валентное, ну, еще можно полуцилиндру, ну и, значит, вот такая получается диаметрия. Теперь, значит, у нас есть несколько многообразий, значит, вот одно, которое вертикальное, потом есть многообразие, которое так получается, мы вот берем и его немножко подбегаем для доказательства по времени и получаем уже многообразие, значит, ну, больше размера стереотипен плюс один для НДТН, ну и вот главное, это технический момент, вот, а вот это вот то, на котором у нас дальше волновается и культурство. Теперь сюда мы можем ввести координаты, в общем, они естественно будут, и, кроме того, еще и можно меру ввести, ну, координаты, вот я про лямплю скажу, значит, мы когда пересекли вот на этом лямпе, у нас получается компактное многообразие, ну, берем, как локальные, да, с локальной координат, типа угловых, так как дальше их по траектории тащим, у нас получается координат углы и плюс прям, а вот, таки, так, мы теперь дальше, пожалуйста. Теперь, ну вот, еще раз, это картинка, там уже, я не уговорил, давайте еще, да, значит, вот координаты вот здесь вводим, а здесь это у нас вот двигательская траектория, это время технии, вот он козг, с которым в траектории находим, так. Теперь, значит, еще надо меры ввести для того, чтобы определить динамический оператор, вот, но они тоже, в общем-то, вводят совершенно естественным образом, связаны вот с этими трубами, да, ну, я позволю себе, так сказать, их писать, в общем, так сказать, они просто, ну, как, очень естественно, что получается, вот. Теперь, дальше, у нас вот ответ, он состоит из нескольких частей, ну, надо ввести трубу, ну, срезающих функций, да, вот так, ну, вообще, экономическая траектор, он не дает равномерного доставления, как правило, ну, и там вот, нужно разбивать накреты, там, уделение единички, ну, вот эти функции мы вводим, да, ну, давайте я потом на картинке покажу, просто, как они устроены, к чему они соответствуют, так, вот, теперь, значит, дальше нужно ввести, ну, вот, объект, через который у нас все выражается, это уже конструктивные, вот, ну, нужно вот слабо посчитать, потом там, якобиану, вот, ну, и, значит, вот, установить некоторые свойства, вот, но после этого, после того, как мы напишем все это дело, там, мы получаем с вами вот представление театра, по-другому, да, значит, я не хочу у вас, вот, ну, как бы, накрытать формулы, вот они, не то, что они сложные, но, в общем-то, так сказать, и с этим нужно быть хорошо знакомым, чтобы с ними работать, вот, но, значит, вот, объяснить я могу, что тут есть что-то, значит, вот, и так вот решение у нас, вот, представляется в виде трех, как бы, слога, первая, вторая, третья, первая, она совершенно естественная, что мы делаем, мы берем, вот, то, что мы хотели, когда обладить наш оператор, все мы принесаем на правой части, да, вот, вот мы поделили, да, вот так как здесь ноль, а получается, вот мы ставим первую функцию, которая вырезает окрестность вот этого ноль, да, это вот то, что соответствует, ну, в асимптотике для функции Грина соответствует сингулярной части этой асимптотики, которая локализована в окрестности вот того, к точке, где у нас решение, где дельта функция сидит, да, она довольно быстро покупает, ну, так сказать, для каких-то примеров можно даже форму написать, да, в принципе, это все-таки внешне такая конструктивная, то есть на компьютере всегда можно посчитать, я это не делаю. Теперь, значит, вот есть вторая часть, она связана со следующим моментом, вот мы, значит, взяли вот нашу вот эту кривую пересечения, вот такую траекторию, да, и взяли ее в ней трой маленькую окрестность, да, и вот в этой окрестности формула хорошую не напишешь, почему я скажу, так сказать, мы так делаем, мы вот немножко в эту окрестность, значит, сдвигаемся по времени и вырезаем вот здесь, в окрестности, ну, на следующий, вот, а потом на вот, вот, мы немножко вылезли вот от сингла, вот, и здесь у нас уже получается, что один точек такой, ну, типа, вот такого цилиндрического кольца, да, вот в окрестности мы можем только троймонит писать, его можно там потом оценить, он на самом деле маленький, получается, и не далеко есть, но вот так он как бы склеивает, приосептует, вот, ну, а вот третья часть, она, вот, значит, вот эта формула, она на самом деле, ну, если кто знает, такая вещь, планетомеханика, формула, типа, планфейка, для линдотики функции ВИИ, но только еще вот смертность нашей амплитуды, вот, ну, а третья часть, она, собственно, вот это главное, да, и вот это есть гинамический оператор в однотонном гаобрате, который мы получили, значит, ну, вот есть связающая функция, которая тоже немножко, так и нас отдаляет, вот, вот, ну, место, где у нас расстатализовано решение, вот, ну, и здесь есть вот амплитуда и манекфазы, который, который встречается конструктивно, значит, он связан, вот, ну, он обычно такой, значит, в принципе, это вот, ну, сказать, еще какие-то фазы были, вот, ну, там связано с поправкой, что вообще тоже бывает важно, посчитай, вот, а вот эта вот функция, она так определяется, мы просто берем, значит, вот нашу амплитуду, которая была в правой части, вот здесь вот, да, для образования времени, оттужаемся вот на нашу, эту скривую, которая есть, ноль символа, а дальше просто двигаем ее по траектору, значит, это просто там сам по траектору, значит, весь на мере эту амплитуду он связан по траектору, то есть, эта вещь совершенно такая конструктивная, я сейчас по ней много, не много забываю, так, ну, вот получается такой ответ, дальше, пожалуйста, теперь, значит, если у нас, вот, ну, соответствующий к мям, то д х под и тау под и фи, тау вот это рейк, вот так, смотри, если он не обращается в ноль, то вот можно написать такую явную, совершенно если круто, значит, ну, вот эта вот часть, вот, вот, фаза на Я хочу обратить внимание на вот эту амблитуду. Вот функция Green, она единичка. Поэтому вы никакого анализа, как зависит у вас решение, амблитуды, конечно, не получите. А здесь это все видно совершенно ясно. Значит, вот, меняя значение функции, там, где h равно 0, меняя параметры нашего гамблитудниана, ну, например, 2.6 положения, мы можем на самом деле именять вот эту множество, тем самым будет менять сам жидкость. Если у нас есть вот сектор, куда это получать, вот это тоже сидит. И, да, тут не нужно успокоиться. Там, где она, куда не звучит, она не придет. Ну, и здесь действительно довольно много в этом смысле практических возможностей. Вот, ну, я там обсуждал, практик с народом, который занимается подобная музыка, они говорят, действительно, я так довольны вам, мне интересно. Вот, ну, вот видите, вот, например, здесь волнах на воде, да, меняем глубину. На одной глубине у нас будет максимум вот этой функции ОА в одном месте, да, а отодвинулись там на этот момент. Да, уже совсем много. Вот, ну, значит, вот, приложение этого источника, оно, конечно, стоит здесь, в принципе. Да, но здесь оно просто совершенно явно вот здесь вот. Ну, и на самом деле, я еще хочу сказать, что главный директор, он как раз стоит вот практически, в том, что вот эта амплитуда, она совершенно явно связана с тем, что есть у нас правая часть. Тут никакие склейки, ничего не нужно, но просто делать так. Есть алгоритм. Так, ну, дальше пошел. Так, ну, вот здесь просто теперь будет вот эту машинку, да, вот такая функция, да, и вот такая функция, да, здесь мы видим максимум, тут мы двигаем, вот, ну, точку приложения нашего сигнала, можно попасть сюда, можно попасть сюда. Здесь оно настолько уменьшается, да, а здесь, ну, видите, можно попасть сюда, чтобы у нас не больше к вам присутствует в зависимости от точки приложения или менять частоту. Да, вот так все вот. Так дальше. Так, ну, теперь, значит, дальше, в ответственности фокальных точек мы можем вывести такую, ну, упрощение, вот. Ну, и тут вот, теперь у нас недовольная работа была вот с Володя Назакисом Андреем Штарей, в общем, земной, в окрестностях фокальных точек, в огромных симуляциях написали формулы, ну, которые туда были эффективнее, чем у нас не было. Нанесли на камеру. Масло, он здесь стоит в том, что он сам делит, у него там интегралы нам поимутся, да, мы интегралы ведем прямо как на килограмм, килограммы. Тем самым мы пропускаем один этап, хочет существенность с точки зрения приложения, нужно разрешить уравнение. Ну, когда мы проектируем наши карты на смешанные координаты, да, и выражаем координаты на многобраде через импульс. Это не линейное уравнение, и мы решили на комплекте крайность. Да, интеграл он не считает, это специальная работа. А тут вот мы так написали, что можно. Вот, тогда сразу много разных обращений. Ну, вы просто картинки не читаете, да. Вот, есть вот такое дно, вот такие получаются. Значит, вот траектории, вот, все эти карустики. Вот, ну, вот, вот такой тушь пример. Ну, в общем, это действительно форму можно реализовать. Так, ну, теперь, значит, дальше. Следующее, пожалуйста. А, может быть, еще предыдущее. Знаете, что я не сказал? Вот, что есть, на самом деле, вот такие, еще раньше. Еще, еще, а еще раньше. А, вот, на самом деле, что я не сказал. Вот, есть такой, что есть, по-другому, замечательный, да. То есть, по-другому механику. Его некоторые, только, так сказать, модификации. Он, что означает? Что, если мы стонарные задачи решаем гумилитоновую систему, то мы можем написать эту гумилитоновую систему по-другому. То есть, другой гумилитония, но они связаны с гумилитонными соотношениями. Ну, например, вот у нас квадрат минус V, да, мы можем написать модуль P, разделить на корень E минус V, да. И траектория одинаковая. Что это дает? Вот, если у нас гумилитония однородной степени, вот в таком родном уровне, тогда у нас фаза, вот в твоей синтончике, она константная. Энтау. Это просто три. Это означает, что фронты, а фронты – это что такое? Когда фаза равна константинке. Да, фронты – это просто концы траекторий, вот в нашей гумилитонной системе. Что дает, на самом деле, сразу возможность очень легко рисковать фронты и анализировать решение. Так, дальше. Так, еще дальше. Вот. Теперь, значит, идея такая, что вот, ты гадайся, вот мы вместо сонарного уравнения смотрим на сонарное. Ну, это идея того. Курм, еще. Да, и вот можно написать тогда ответ вот таким вот образом. А потом проинтегрировать его от нуля до бесконечности, а добавить еще и туда вот минус-эпсонум, допить с того, чтобы эти интегралы сходились. Ну, вот это вот такой, действительно, ответ. Так, получается, просто вопрос сходились. Вот мы перед епсонумом добавили, а вот этого нужно заделить. Сказающие пункты, чтобы эти интегралы могли считать. Ну, вот, а дальше мы считаем просто асфальт. Это не простое дело внутреннее. Ну, в общем, вот дальше. Вот, ну, дальше вот и получается, что он у нас сбивается на три части. Значит, вот кусочек, который связан с этой плотностью, и потом кусочек, который вот у нас в кресло. Здесь есть вот такие, как тут, среди. Ну, а дальше вот, собственно, у нас третья часть, какой-то, и, ну, сказано. У меня еще есть парни. Ну, так вот. Значит, вот такой-то кадр. Я хочу сказать, что он не простой технически, да, но, в общем-то, такие дни нам попали дальше. Теперь, значит, я хочу сказать, ну, вот еще один пример, когда у нас уравнение перепольца в этом слое. Вот, он тонкий слой, поэтому, значит, у нас здесь параметр расшир стоит, а здесь не стоит. Ну, и вот, приемлые условия, вот, нижние границы, и, ну, а верхний путь 0, хотя и знаменитый. Ну, и тоже смотрим вот в начале этого условия. Вот граница с правой частью. Вот. А да, значит, вот можно такой вот использовать, то есть, как бы, редуцирует вот этот набор нескольких, ну, с конечного числа задач в уме, да. Вот делается это, ну, с помощью, вот, техники, там, адиоматического движения, ну, и только не делаем, значит, такой способный операторный. Значит, ну, и в результате вот уравнение, оно редуцируется набор вот таких вот задач, плохим тактических, так, вот. Значит, ну, и вот получается, значит, вот правая часть, она уже тоже, там, умерная, ну, вот, вернее, умерная, вот. Ну, а собственные функции вот они вот так вот, вот эти вот символы, которые они вот так вот дают. Теперь, по следующей слайде. Теперь мы можем применить рунок, который у нас есть, да, но замечательный момент стоит в том, что вот у нас этот, вот, эти вот, эти, как говорят, моды, да, собственные значения, они вот так устроены, что их всего гиперболические конечные числа. И поэтому в той сумме, которая есть, вот эта вот рунновая часть, где у нас расслуживающие решения, да, оно стоит из конечного числа сладок. Что вообще с точки зрения положения, конечно, очень интересно. Ну, и не очень помогает, да, потому что не надо шумировать, там завертится. Вот особая часть, да, которая лептическая часть оператора, она, как раз, бесконечная, да, но по спитам и проще все нет. Ну, а дальше, видите, вот, если, например, много-две вот у нас, тут одна такая была короткая, потом еще одна будет в конце. Ну, в общем, такие вот картинки. Мы писали. Ну, в общем, картинки – это уже другое дело надо, чтобы, да, это другая задача. Давайте посчитать. Вот, и что? Ну, вот, еще можно посчитать полновые поля. Уже, как бы, для две модели решения складывать следую кнопку. Ну, вот, вот, вот здесь, как-то тень. Так, ну, и теперь еще сладь, последнее. Что я еще хочу сказать, что, ну, вот, я говорил, что мы можем параметры милы правой части ставить, смотреть, а вот если у него меняется, ну, если у него вообще маленький, да, то вообще-то эту тень не сможешь. Можно ли? Ну, вот, не просто так, да, вот в этой задаче последней. Посмотрите, у нас ответ составляется в виде вот этого применения оператора к решению задачи. Ну, если у нас здесь стоять милы, то решение будет как-то делить. Да? И вот есть второе число. Посмотрим мы здесь. А здесь производная у нас. Там, P, P. Вот, если мы посмотрим на ответ, то вот у нас здесь возникает параметры, здесь люди написали. Производная, то x, да, вот от этой суммы символы. Поэтому, значит, порядок-то у нас не h квадрат. Даже не h, а получается h квадрат на 1. И это означает, что у нас есть ограничения по параметрам. И это h квадрат толкнуть нужно меньше, чем у нас. То есть, так сказать, вопрос по пределу. В этих функций не очень-то так и получится, да, это. Вот вопрос надо выполнить, нам обсуждать. Я еще помню, мы Михаила Александровича Шубина когда-то вопрос обсуждали, он сказал, что мы вообще понять, что такое для этих функций нужно. Потому что эти функции есть и там некоторое пространство. Функции, да, вот. Вот нужно понять, что это пространство. Потому что одного правда надо нагреть, а другого вообще не правильно что-то написать. Вот это будет. Вот так вот. Так, мы, наверное, последний слайд, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...